всем привет сегодня мы вместе наконец-то сегодня у нас манты мама готовила помог в этом есть сайт food.ru ссылочку оставлю на рецепт такие красивые получились они с мясом с картошкой с луком всем приятного аппетита у меня сок у костя тоже витаминизируемся гранатовым соком также здесь домашний помидор соленые огурчики сметаны кетчуп и у кости мамы капусту готовил очень вкусную такая сладковатая получается соленый наверно какая-то только сверх свежего соления всем приятного аппетита такие красавчики у нас морозки не есть последний раз я был на видео с хинкалем по-моему да теперь с мантами вообще любим пельмени хинкали манты я люблю манты с картошкой с тобой полностью согласен они в принципе со многим этими вкусные там с капустой до этого да какие-то мы ели стыка кто-то делает стыка мне кажется не пробовала ну капуста там не только капуста мясо с капустой имею ввиду сметанка у нас 20 процента вкусно давайте начнем вопросы читать искал вопросы которые были под старыми следующие видео анастасия чалганова нас большую тебе привет снежана кости и лёвушка привет большую тебе привет вопрос как протекает ваше лето какие планы на август спасибо тебе за вопрос если не считать того что мы с лёвой болели все хорошо обидно вообще болит летом если честно у нас шикарная погода можно сказать жара стоит слишком жарко тоже конечно не совсем хорошо потому что с лёвой вот ходим гулять и в обед выйти уже тяжело и ему жарко и самому жарко ну за это летом купались в один раз это минус конечно у нас выходные мы как-то спускались вода уже начала зеленеть если кто знает да у кого есть такая проблема где вода как-то она застаивается что ли зеленеет мы уже не решили искупаться такой не охота у нас есть остров у нас как объяснить но остров все его называют это и есть остров посреди волги островок с песчаным пляжем там просто классно мы уже там не были наверно года два а мне в том году наверное были они тоже не были для у нас родился мы раньше постоянно летом отдыхали там да можно на лодках только добраться есть водные такси прям очень красивые виды кто не знает мы из города тетюшек нам ходят метеоры теплоходы экскурсии в общем вот сюда на поставим среди не а то я все время туда тянусь и у нас очень красиво вообще люблю свой город а что мы работаем ну кости в отпуск вот недавно мне говорил в октябре да да тебе в октябре будем отдыхать мне вот только недавно отпуск-то был знать в июне там в июне был 30 мая да можно сказать в июне даже вот эти соленья я тоже люблю вы пишите как проводите время мантики конечно классные то что они маленькие знаете маленькую еду есть как-то приятней то что можно раз рассосе лаз на будет интересно прочитать из каких вы городов и откуда вы нас смотрите были мы у вас или нет пищите так повторяющие вопросы за скрыла валерия куликова костя снежин и здравствуйте видео просто бесподобное валерия большое спасибо спасибо ответить на вопрос были у вас такое что вам ходе человек ничего плохого не сделано он вас грубо говоря раздражает мне кажется всех такого было да есть это наверное много таких людей которые даже ты не знаешь на каком-то подсознательном уровне наверное его действия какие-то привычки у вас вызывает их отторжение просто и каждого просто человека несовместимы вать такой что не ваш человек хотя знаете вы такое что нас раздражает в людях то что есть нас самих наверное есть так засмеялась как будто что-то а я про тебя имеешь ввиду да ты меня раздражаешь нет я с тобой тогда не была я смотрю у тебя тут без сметания этот наверное было но я просто не буду общаться с такими людьми которых например контактировать с ними не буду спасибо большое теща замантики очень вкусно правда она не любит когда я так называю но мне наоборот нравится мама любит когда я по имени и у меня просто не наоборот нравится теща мне кажется так это классно звучит просто у многих и анекдотов сколько да на эту тему ассоциации то что ну не в ладах получается мне кажется как-то теща свекрови звучит немножко грубовы то это наверное просто стереотип такой вот не нравится нам маму называют мать тоже грубо так давайте дальше пока еще не сидят диана пишет садбальдива диана садбальдива надеюсь правильно что умеете ли вы плавать давайте пасту диана ваш тип привет на у нас пишут у нас постоянно пасты паста не знаю когда паста следующий раз будет хотя я очень люблю ее умеем либо плавать умеем хорошо ли нормально я плаваю ну не прям сказать что хорошо раньше наверное хорошо плавал потому что мы постоянно были на волге и постоянно купались плавали сейчас наверное уже похуже кости вообще в детстве с другом переплыл на матрасе от берега вы плыли на остров но это это полтора часа мы на матрасе переплывали там километр три же стаяни потом обратно мы плыли никогда так не делайте да нас в итоге мчсники нашли посадили в лодку и отвезли ну и поругали конечно в сочи недавно случай произошел двое детей уплыли на матрасе волной их не смогли спасти но в море это опасно потому что море она затягивает тут все-таки река я всегда говорю не подвергать себе опасности все будет хорошо но я бы думаю если я буду видеть как тонет человека я не смогу спасти уметь плавать и уметь оказать помощь это разные вещи ну да если плохо плаваешь что может также тебя просто потопить так дальше карина осадов вопрос как ваши мужья относятся фотографии в белье карин большой тебе привет у меня в белье фотографии мне кажется ни разу не было только в купальнике а если в белье мне кажется дал ты мне бы выставить фотку в белье не знаю раньше бы наверное когда мы только начинали общаться скорее всего нет точно нет я помню когда была беременна лёва я фоткала с бельем и думала выставить в инстаграм или нет и не смогла выставить на меня почему-то такое стоит убеждение хотя это по сути глупое убеждение что купальник это купальник а белье это белье хотя по сути это одно и то же в принципе да я так и не раздумаю наверное это бы от снежаны от самой зависело все-таки у нее есть свои какие-то рамки которые она может себе позволить да наверно бы не смогла так что мне даже не стоит об этом переживать хотя в купальнике же вставлю в купальнике то же самое белье как по мне бывают такие купальники что и откровение нижнего белья но я в этом есть честно ничего такого плохого не вижу у нас кстати никогда не было такого что кости мне что-то запрещал одеть накраситься как-то говорил иди там переоденься не вот такого это бред огурцы такие и древние уксусные не почувствовал я вроде съел нормально прикольно не хрустят у нас вот забыли вчера 6 августа было три года нашему каналу всем большое спасибо кто эти три года с нами это создание канала видео выставлено 6 августа 6 а я думаю даже концу августа где это 6 был написано вроде можете что-то перепутала может от создания 6 а может и видео 6 сюда вставим скажем надо посмотреть уточнить прикиньте уже три года да как мы ведем канал не забросили что немаловажно 115 тысяч не могу в тик ток видео выставлять какие-то блогеры уже начали в тик ток выставлять видео я так понимаю российские все выставляют я не знаю как это сделать кто продолжает вести тик ток напишите пожалуйста кто-то писал мне симка нужна там другая можно сейчас выставлять просто авторизованным пользователям россии или нет обидно мы только начали туда выставлять видео буквально прошло пару месяцев до могли бы миллион уже набрать взмахнулась когда дальше все-таки соцсети это непредсказуемая вещь да вы можете снимать хороший контент и но у вас не будет просмотров или снимать как попало да и будут просмотров от от чего это зависит это непонятно много таких каналов встречается так где хорошая съемка хорошая подача но просмотров нет а если просто снимает видео залетает в топ это все-таки вот непредсказуемо все да как-то кто-то писал когда вот это все произошло что монетизацию брали тик ток убрали все написали ну вот все пойдут работать на заводы и не будет этих блогеров а то развелось что никто работать не хочет я думаю так никогда не станут все блогерами да то есть у кого то это будет получаться кому-то это нравится если вам это не нравится и вы пытаетесь этим заниматься только ради выгоды то они продержаться да это скорее всего или вообще не получится а если получится то вы не будите когда ты не получаешь удовольствие от этого дела, то тебе неинтересно и нет сил снимать дальше контент. Как-то так, наверное. Это как ходить на нелюбимую работу. В принципе, здесь то же самое. Мы с Нижаной вот немного пропали, так как мы болели. Ну, они болели. Тяжело было, Лёва, он очень плохо спал. Мы были никакие. Ночью постоянно приходилось вставать, потом еще идти на работу. Так что, у кого маленькие дети, и вы, или они болеете, все временно держитесь. Это очень тяжело. Я говорила Косте, легче бы, если болела. Я, а Лёва, не болела. Его жалко тогда. Такой маленький. У нас режутся зубы во все. Там видно их, как они просвечивают. Надеюсь, все хорошо будет. Все будет вылазить безболезненно. Так, конечно, мальчики. А, и вот я начал-то говорить про то, что мы болели и пропадали. Сейчас хотим все-таки вернуться на канал поактивнее, как мы раньше снимали, да? И Костя возвращается тоже, да? Да, я буду стараться. Надо как-то, знаете, вот раньше как-то мы очень сильно старались, да? Мы уставали, но все равно снимали. Снимали, когда Лёва был маленький. Когда он спал, в ночь уходил. Можно уже сказать, ночью снимали. Потом что-то разленились. Он спит. Мы лежим в телефонах, ничего не делаем, просто зависаем. Ерундой страдаем, в общем, по-другому назвать. Надо возвращаться. Я очень люблю Ютуб, я хочу на Ютубе 100 тысяч. Кнопочку. А в ТикТоке дают какие-нибудь кнопочки, нет? Не знаю, что там дают. Нет, наверное. Наелся. Очень вкусные мантики, если честно. Полина Фростен. Здравствуйте, а почему вы, если не хотите Лёва, да? Нет, я просто спокойно спрашиваю. Просто вначале же ребёнка дают в ясли, потом только в садик. Полин, большой тебе привет. Мы говорили, что будем отдавать в сентябре Лёву в садик, но мы передумали. Подумали, поболели немного с ним и подумали, что для него сейчас это будет очень тяжело, болеть, пока он такой маленький. Лекарства мало какие можно. Потому что лечится, можно сказать, своим иммунитетом, и этот процесс затягивается, и сами мы... Плюс мы болеем от него. Да, тоже болеем. И знаете, я хочу более самостоятельно его отдать, когда он уже будет разговаривать, сможет нам всё рассказать, когда он полностью сможет сам ходить в туалет, покушать спокойно, где говорю, покушать спокойно сам всё, чтобы никто не обидел его. На девушку подписанную блогера отдала ребёнка в сад. Первый день пришёл ребёнок. На два часа. Первый день ребёнок пришёл, шишка на голове, мальчик стукнул трактором. Второй день разбита губа и нос, упала на площадке об этот... песочницу. Третий день ещё что-то. Не хочу пока я такого. Ну, это понятно, то, что воспитатели за всеми уследить не могут. Мы дома иногда не уследим. Он вчера у нас, знаете, влетел в дверь. В туалете. И ноготь треснул на ноге. Плакал. Да, сам ты не успеваешь. Я говорю, весь меня в стеркосики собирает. Очень вкусный гранатовый сок. Я левой беременна была, потому что беременна сок пила. Он такой притерный достаточно. Ну, вкусный. Так, чё, надо доесть мантик. Дай, сколько мантов здесь было. Много. Я не знаю. Кому не лень и интересно, можете отмотать в начале видео, посчитать. Лейлочка пишет. Приятного аппетита. Лей, я так понимаю, ребят, если не путаю. Вопрос. Вы ревнуете друг друга вообще? Как относитесь к ревности? Костя. Наверное... Ну, у меня снижания ревности сейчас вообще никакой нет. Я вот тебе не знаю, что Костя говорит, я тебе вообще не ревную. Потому что я тебе полностью доверяю. А в начале отношений была ревность? Ну да, я тебя не знал, мы общались, например, да? И да. Ну, может, был молодой ещё, поэтому такая ревность была. Ну, после того, как мы поближе познакомились, уже стали жить вместе. Вообще ревности сейчас, наверное, никакой уже не присутствует. Ну, и Снежана, значит, поводов не даёт. А вообще знак Дева очень верный. А вот смотрела нашу с Костей совместимость. Ну, что-то так интересно стала совместимость нашего знака. Это мы у нас на Ютубе на видео. Дева и Телец. Идеальный союз. Ну, ладно, это хорошо. Давайте ещё один вопросик. Ты столько вопросов заскоренила и ничего не отвечаем. Давай, да. Костя всё быстро съел. Это минус, когда Снежана со мной снимает то, что я всё съедаю, да? Так, вопрос. Так, это для видео с Лианой. Пропустим. Когда-нибудь на сайт ответим. Надо Лиану тоже подговорить. RedCat пишет. Вопрос. Изменилось ли отношение после свадьбы? Спасибо тебе большое. Тут, наверное, надо сказать вопрос немножко по-другому. Изменилось ли после рождения ребёнка? После свадьбы, наверное, отношения, ну, сильно-то и не поменялось, да? Но мы стали жить вместе. В принципе, ну, нам с друг другом комфортно. Потому что мы в основном всё делаем по дому вместе, друг другу помогаем. После рождения Лёва, конечно, стало немного посложнее. Так, что ещё? Ну, всё это совмещать, потому что время уделяешь много ему. И сейчас Снежана мне даже уже говорит, что не помнит, когда я последний раз готовил. А я ей говорю... А раньше Костя постоянно готовил. Потому что если я дома, то я с ребёнком нянчаюсь. Я говорю, я на работе, вечером я с Лёвой, и типа, когда мне, например, готовить даже. Ну, по уборке, в принципе, мы убираемся вместе. Сейчас ещё робот-пылесос, это вообще большая наша прям такая хорошая покупка. Он очень много нам помогает, выручает. Ну, ты готовишь вкусно очень. Да, но было бы время. Ну, с Лёвой, когда днём, тоже, конечно, сейчас тяжело готовить, потому что он открывает все шкафы на кухне. Нам надо полностью переделать всё, где у нас лежит. Потому что он до газа уже достаёт. Да, он до газа достаёт, и он трогает горячее. Ну, в этом сложность. Вот. Ну что? Ну, мне кажется, без Лёвы мы бы жили... Нет, это не очень понятно. Я говорю, чем мы бы занимались? Как вот раньше, ходили гулять, отдыхали, беззаботно жили, и никаких ни целей, ни планов, ничего бы не было. Тут я с тобой полностью согласен. Это чудо просто. Он сегодня спит, Костя говорит, посмотри на него, какое чудо. Он реально чудо. Он вообще любит со мной спать, я вот с ним ложусь, когда укладываю. Классно, так на руке спит, только стоит руку убрать, он сразу начинает это вошкаться, приходится обратно ему. Я говорю, Лёва полностью Костя. Когда Костя уходит на работу или приходит на обед, уходит, Лёва со слезами провожает. Вы бы видели эти слёзы? Я говорю, полностью твой папин сынок. Ну что, будем прощаться? Да. Спасибо ещё раз большое за мантики. Также все вкусные рецептики, ссылочку оставим в описании. Много всего интересного там можно найти. Ещё раз напомню, мобильное приложение называется Food.ru, скачивайте, ссылочку я оставлю. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.